привет всем ход лером трейдером майнером здравствуйте все начинаем итак друзья что мы имели вчера что же это было это было со всех сторон за 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 я бы сказал так знаете зарегулированная законами канада которая вдруг почему-то оказал в которой вдруг почему-то оказалось после взлома биржи аккаунты пропали ну все по закону в общем все как в законе написано вот по криптовалютам до канада видимо впереди планеты всей в этой в проводе в вопросах ну америка вообще очень стремится ко всему законодательному но вот когда дошло до дела вдруг оказалось что в принципе значит деньги украдены ничего нет а украдены ли они еще непонятно якобы произошел взлом twitter аккаунт исчез потом появился потом снова исчез потом еще что-то в общем друзья мутная очень история отсюда вывод вот те люди которые кричат и больше всех ратуют за законодательные какие-то вещи и введение криптовалют какие-то рамки на поверку оказывается простыми обыкновенными мошенниками да ведь я посмотрел один ролик где расписано было как оказывается центральные банки ведущие банки мира участвовали в разграблении бюджета евросоюза за 10 лет на 70 миллиардов евро забавная история это те кто нас учат жизни очень интересно рекомендую всем посмотрите где-нибудь в интернете рекламировать это нельзя ладно итак нам-то понятно что это биржа со сложным названием в итоге кинула своих клиентов на этом всем фоне обвалилась все на свете поэтому друзья мои отсюда делаем вывод первое если у вас есть какие-то крипто активы будьте добры с получения прибыли старайтесь копить все же свои крипто активы хотя бы там 10 процентов 15 выводите на холодный кошелек вы знаете какие-то трезор леджер которые просто не имеют выхода то есть ну чтобы эти кошельки даже не прикасались к интернету грубо говоря это раз мой совет конечно этого делать прям слепо не нужно но вы понимаете о чем я говорю это раз второе любая биржа вывод может получить такого же может объявить о таком же варианте развития событий поэтому будьте предельно осторожны да я понимаю что это удар по репутации я не знаю как крипто вот эти все бирже буду теперь из этого всего выпутываться честно признаться я бы такой что на их месте скинулся бы по 100 биткоинов и вы выслал бы вот этой бирже и с четким намерением отдать людям и взял бы эту биржу под контроль и стали бы ее все инвесторами и соответственно распределение прибыли но я не знаю как они решат эту проблему это на мой взгляд так бы не пока необходимо было бы сделать ладно поехали и так с практической точки зрения что же нам делать давайте разберем это все на примере биткоина и так чего очень хотелось бы мне лично увидеть чтобы вот эта ситуация как бы разрешилась с технической точки зрения с про с точки зрения практики я понимаю что у нас что-то произошло но нам нужно принимать какое-то решение и так что мы видим друзья первое обратите внимание у нас есть некий пик нам а где у нас есть пик объема вы это видите чего бы я очень хотел увидеть на самом деле я бы очень хотел увидеть ближайшее время приблизительно вот такое развитие сценария показываю так кривой линии думаю что всем будет это понятно раз мы движемся вот так вниз до после да ребят это по правилам то что я вам показываю вот это вот об этом говорят правила торговли вот так это вот то что я сейчас показываем это есть правило разворота по сути своей есть два есть такое дело и мы с вами имеем здесь соответственно что такую дивергенцию прям прямо говорю то есть эта дивергенция есть и теперь нам необходимо то же самое увидеть и сори здесь и вот здесь нам необходимо увидеть то же самое давайте немножко подвину это дело просто потому что вот сюда вот так правильный вот просто потому мы должны здесь увидеть дивергенцию чтобы понимать что да все движение окончилось все нормально все хорошо вот мы вот так вот прогулялись здесь и соответственно отправились бы куда вот туда наверх а вот так вот что мне хочется увидеть здесь то есть вот этому пику видите специально линию совместил должна соответствовать что вот этому пику я хочу чтобы очень соответствовал более высокий показатель macd более высокий показатель macd давайте эту линию мы проведем здесь на графике как вертикальную линию чтобы вы понимали о чем речь соответственно этому более высокому показателю macd мне очень бы хотелось чтобы соответствовал и более высокий показатель объема объема друзья да я бы очень хотел чтобы где-то вот здесь произошел вот такой вот всплеск объема и соответственно мы получили бы дивергенцию не только на macd но еще и но но еще и вот здесь вот это была бы идеальная ситуация и это было бы самое главное ребят это было бы было бы исполнение всех правил по которым происходит разворот от себя хочу добавить практически все альткоины перед этим находились в четвертой волне про почти все друзья для четвертой волны характерен вот такой такой финт это нормально для четвертой волны я еще в прошлых роликах говорил что 330 поход трона это нормально это норма даже если мы бы опустились и на 330 это для четвертой волны норма я скажу вам больше трон скорее всего пойдет на 330 вот сюда и не пугайтесь ничего в этом страшного нет особенно но не на 330 там немножко выше в район главное вы знаете теперь алгоритм по которому вам необходимо ждать чего-то вот сейчас этот алгоритм начинает потихонечку реализовываться поэтому друзья на примере биткоина я в принципе сейчас провел обзор всех криптовалют по сути всех вы сами видите что все криптовалюты у нас находится именно вот в том положении которым я написал именно в этом положении поэтому ребят делать обзор чего-то большего смысла не вижу нет смысла ripple вернулся ребят предлагаю ripple для рассмотрения очень внимательно думаю что ripple возможно возможно уже закончил все вот это движение и вернулся на круги своя возможно очень вероятно если же нет ну в принципе я скажу так преодолеем для ли для ripple ребят небольшая небольшая поправочка ripple сейчас находится вот в этой зоне все что выше и ниже является аномалией поэтому выход за пределы вот этой зоны я считаю оптимально для входа в рынок что это означает давайте подпишем эта зона это означает 7240 7240 с верхней стороны выходим за 7240 можете покупать если же мы отправимся не хочет она почему-то ну ладно давайте это оставим и еще раз текст 7240 а здесь у нас уровень 7028 ну 25 давайте возьмем так покруглее 7240 сверху 7025 снизу пробиваем 7025 ребят отправимся на выполнять тот сценарий о котором я вам рассказал отправляемся выше выше 7 240 соответственно будем будем отрабатывать поход вверх друзья напоминаю четверг четверг у нас состоится вебинар как всегда буду выполнять все ваши просьбы заказы готовьте вопросы оставляйте комментарии прямо под этим видео вы знаете для меня это важно для меня это важно в свете того что я конечно же буду на эти все ваши вопросы отвечать которые вы оставите под этим видео подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь со своими друзьями знакомыми где находится кнопка поделиться я думаю здесь уже никому говорить не нужно если же это видео было абсолютно для вас бесполезно где находится палец вниз вы знаете на сим прощаюсь всем всего наилучшего до новых встреч пока